Здравствуйте, меня зовут Кузьмичева Юлия Гаврина Чикачева в девичестве. Я родилась в большой семье, у нас было 7 человек. В основном, значит, родители занимались рыболовством, охотой. Мой младший брат создал ансамбль русской устницы. В этом году исполняется ему 35 лет ансамблю нашему. Значит, наши предки сохранили язык древний, исторические песни, балладные песни, свадебные песни, романсы, игровые, плюсовые, я уже сказала. Романсы бывают простые, бывают романсы городские, городские жестокие и так далее. Сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки. Но я сейчас постараюсь рассказать одну быль, которую написал мой старший брат Алексей Гавриил Чикачев. Значит, приехала экспедиция в русское устье. Называется это, были, значит, чандалы. Что такое чандалы? Чандалы – это древние юкагирские летние жилища. Ну, как раз в русском устье никого не было из мужчин. Они все по своим делам ушли. А в русском устье остались только пустые бабы да мелкие ребятишки. Ну, один пронюшка был, старичок, значит, Прокопий Тихонович Чикачев. Они к нему обратились. Но он говорит, я сейчас в данный момент не могу вам показать, где находятся эти чандалы. Но я вам объясню. Отсюда, ты, говорит, поедете? Ну, я, говорит, почему вам хочу объяснить? Потому что я, говорит, за ним мог, заболел. У меня, говорит, поясницу порщикат, крыльцо упират. Говорит, вертлюк вывертываться, черных подрезать, говорит, и на пору, на душе мучиться, из души поднимать. Я, говорит, не могу, иди, старуха, говорит, у меня, вот, пустота душа, вот, сколды слепали, говорит, у нее ротик кусок не было. Как ее оставлю? Я, говорит, лучше вам везю. Вот отсюда, говорит, поедете, да, говорит, песок будет, вы, говорит, от песока погоните. Потом, говорит, плюрок подхватит. А дальше, говорит, мысль покажется. А через мысль, говорит, посмотрите на сторону ту реки. Там, говорит, еще где стоит ланиша, говорит, в 3-м, я там, говорит, щетечку металка больше, но חוapcholeshentera, когда, говорит, больше. Вот там, говорит, новый город поднимите, говорит, гору посмотрите, с левой стороны, говорит, будет Едомо, а с правой стороны, говорит, охотно-й, ожиревый, говорит, и оттуда перевод consent. И, говорит, по HeroniR году, говорит, и грубите на ту ту сторону. Там, говорит, высочка покажется. Вы эту высочку верните. Две крюли проедете, под шелонник посмотрите. Там, говорит, кокора замаячит. Там, говорит, вы идите, вереться лягут. Такая, говорит, сухая, бугристая. На самом небольшом бугре, говорит, песовая копьящая. А дальше, говорит, пасти поймут. И вот, говорит, у третьей эти пасти, там, говорит, и натыкаетесь на эти чандалы. Вот он, я думаю, и рассказал. Не знаю, поняли они, добились они своего или нет. Я не знаю, но, во всяком случае, он рассказал про это. Ну, значит, что у нас песен много, конечно, исторических, связанных с историческими личностями. И просто люди сочиняли, они просто, значит, особенно, вот я хочу сказать, что было такое исполнение, называется она «Андышина». То есть люди сочиняли для себя, про себя обычные мужчины. Вот я немножко пропою окулетики. Ох, между яром и косой, ой, да стоит во весь дерево балаган. Ох, ведь ты том, че балаганит, ой, да не скрипу, У-у-у-у, чей мозг, я жить-то любил, да, шок, любил, мошок. Ой, да любил, отжила, Аной от души. Эх, дайте щетки и щетка рида, Ой, да, дайте, да не скрипу, Учи сапоги. Эх, я свою ту черновровку, Сторву в лёвку, ой, да, Только да набожди И яйцу не садю, А где Дашкин след увидю, Ой, да, вовсе стороны реву, А тот-то Дашкин Но следок дословно Перестрой шахматок. Вот такое было. Ну, загадки, загадки, вот, допустим. Я по лавочкам хожу, Пошириковать хочу, Пошириковать хочу, Ширикальницу ищу. Это, оказывается, ищет он осёлок. Вот, ещё такая загадка. Упало древо, Синю мору, Не больно этому древу, А больно синюю мору. Это соринка в глазу оказывается. И с десу взяту, на коленках плачут. Это, оказывается, балалайка. И пословица такая. Хлеб соль на стыле, Руки свои. Это говорит о том, Чтобы гости Чувствовали себя свободно. Или говорят, Не подари милостяное. Что это такое? Оказывается, Незаслуженная награда. Или говорят, Чужую бороду дери, Да свою подставляй. Это значит, Что ты не только должен, Значит, чтоб тебе давали. Ну и ты должен что-то Как-то ответить на это. Ну все. Чем-то тоже одарить должен. Вот такое у меня.